Здравствуйте! В эфире программа «Медицина XXI века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Новости и полезная информация о здоровье. Они создали уникальный антисептик. Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий Капортино-Полкарского университета представил полимерные антисептики, способные защитить от коронавируса. Они не только эффективны, но и максимально безопасны. Дроны займутся поиском инфицированных людей. Австралийские ученые разрабатывают дроны, которые будут следить за пациентами с любыми вирусными инфекциями, включая коронавирус. Как передает агентство Синьхуа, дроны смогут измерить температуру, оценить частоту сердцебиения человека и дыхание. Они призваны также выявлять людей с подозрительными симптомами, кашлем, чиханием, в офисах, на круизных кораблях, аэропортах, везде, где есть повышенный риск передачи инфекции. А китайские ученые разработали новый тип масок для лица. Основной фильтрующий слой маски – графен, полипропиленовый материал. Он действует как нанонож, разрезая стенки клеточной мембраны бактерий. Благодаря графену маска обладает более сильными антибактериальными свойствами, лучшей воздухонепроницаемостью, и носить ее можно будет более двух суток. Друзья, ешьте меньше плюшек. Диетологи констатируют, на фоне самоизоляции россияне злоупотребляют выпечкой. Каждый седьмой работник на удаленке жалуется на проблемы с пищеварительным трактом, сообщают новости Mail.ru. В изоляции для многих именно еда становится главной возможностью справиться со стрессом, уточняет глава телемедицинской службы доктор Рядом Екатерина Кузина. Дело в том, что в изоляции у человека может расти уровень тревожности, что влечет за собой повышение в крови гормона кортизола. В результате хочется съесть чего-то соленого, жирного или сладкого. Но после такой пищи у многих возникают тяжесть в животе, вздутие и диарея. Когда будете пожимать кому-то руку, обратите внимание на силу рукопожатия. Она может стать сигналом риска развития диабета второго типа. На самых ранних этапах это заболевание может никак не проявляться, но его возможно распознать по мышечной слабости у, казалось бы, совершенно здоровых людей. Так считают ученые Оклендского университета из Новой Зеландии, которые создали специальную шкалу оценки силы рукопожатия. Кстати, такое приветствие может сообщить нам еще о двух вещах. Так, американские неврологи уверены, что по слабому рукопожатию можно определить вскрыто развивающуюся болезнь Альцгеймера. А сильное рукопожатие характерно для людей со здоровой нервной системой. В то же время мышечную силу кисти можно сохранить до глубокой старости, если регулярно тренировать мышцы кисти и предплечья. Много лет назад знакомый молодой человек не смог воплотить мечту – поступить в летное училище. А все потому, что у него были проблемы со зрением. Сегодня эта история завершилась бы быстро и успешно, потому что в 21 веке есть такие технологии, когда ты пришел в клинику в очках, а вышел из нее уже с отличным зрением. Лазерная коррекция зрения – современная альтернатива очкам и линзам. Лазерную коррекцию выбирают те, кому очки мешают вести активный образ жизни. Те, кто хочет получить работу, где низкое зрение недопустимо. И, наконец, те, кто умеет считать деньги. Коррекция зрения выполняется в два этапа. Первый – формирование так называемого клапана. Обычно его создают специальным ножом – микрокератомом. В современных клиниках клапан формируется фемтосекундным лазером. Отсюда и название операции – фемтоласик. При использовании лазера точность манипуляции в десятки раз выше, чем при использовании микрокератома. Качество проведения первого этапа, точность его выполнения значительно снижает риски. Второй этап – формирование новой оптической поверхности роговицы. С помощью компьютерного моделирования опытный врач выбирает параметры операции, которые учтут лично ваши особенности и дадут максимальный эффект лечения. Такие персонализированные операции называются фемтотоласик. Лазер воздействует на крохотный участок, затем перемещается на другой, и вследствие практически исключается раннее распространенное осложнение – помутнение роговицы. Через 6-10 часов неприятные ощущения проходят, и вы получаете хорошее зрение. Выбирая клинику, делайте ставку на оборудование последнего поколения и на специалистов с большим опытом работы. Мир должен отражаться в ваших глазах, а не от ваших очков. Казалось бы, такое простое дело – защитить себя или кого-то от себя медицинской маской. Но нет. Оказывается, в основном все делают это неправильно, и потому бесполезно. Например, ходят по городу, когда рядом никого нет. Простые, но все еще важные правила ношения медицинской маски в рубрике «Актуально». Мария Александровна, здравствуйте. Добрый день. Как правильно надевать маску? Потому что кто-то носит вот так вот, чтобы нос дышал, кто-то надевает вот так вот. Какие правила? Носить маску, естественно, нужно, закрывая и нос, и рот, потому что это два органа, которыми мы вдыхаем воздух. Поэтому носить маску, вот как вы показали, да, вот с таким вот положением, то есть считайте, что вы маску не носите совсем. Почему? Потому что через нос вы также вдыхаете воздух, который может содержать вирусные частицы. Так, друзья, значит, пункт номер один, как правильно надеть маску, это вот так вот. Нос закрыть. Сразу хочу первую ошибку вашу озвучить. Вы должны быть уверены, что ваши руки чистые. О, боже. Это вот просто сразу автоматически выходит вторая ошибка. Как люди носят маску? Они её постоянно поправляют, подтягивают. Соответственно, на наших руках мы уже эту маску обсеменяем. Друзья, правило номер два. Руки должны быть чистые. Чистые. Ваша третья ошибка. Вы брызгаете антисептик непосредственно на ладони. А надо как. А у вас ещё остались кисти рук. У вас остались большие пальцы. Это вообще тот участок, который не затрагивается даже при быстром уйти рук. Межпальцевые промежутки и другие открытые участки. Теперь наши руки чистые. Мария Александровна, очень многие люди носят маски на улице. Если вы на улице можете обеспечить так называемую социальную дистанцию в полтора-два метра, то в принципе на открытом воздухе маску вы можете не носить. А если даже на улице ты с человеком достаточно, ну, контакт у тебя близкий, то тогда маска нужна, да? Даже на улице или в лесу, например. Если вы не уверены, что контактируемый с вами человек абсолютно здоров, есть смысл одеть маску. То есть если ты просто гуляешь по городу, то никакой необходимости на маске нет? Она там не нужна? Абсолютно. Но в этом простом деле есть ещё нюанс. Её ещё нужно правильно снять. Вот я сняла и положила. Правильно? Не совсем правильно. То есть сняли вы её за резиночки, всё сделали правильно, не коснувшись лица, и положили. То есть, соответственно, та маска, которую вы носили, она уже обсеменена. Маска носится в течение двух часов. То есть она хоть какую-то нам даёт защиту. После двух часов, если вы беспрерывно носили маску, и вы её снимете, она будет влажная. Правильно? Ну, мы дышим, да. То есть, соответственно, она уже будет обсеменённая. И какую-либо функцию защиты она уже не представляет, она уже представляет собой опасность. Потому что вы будете вдыхать это всё. Соответственно, эту маску вы должны уничтожить. Вы её должны хотя бы в мусорное ведро выбросить. Кстати, про салфетки. Они обязательно должны быть с антисептиком? Или это могут быть любые влажные салфетки, и от них тоже будет польза? Действительно, это могут быть любые влажные салфетки. То есть в данной ситуации мы говорим о механическом очищении кожных покровов. То есть наличие антисептика будет хорошо, но не принципиально важно. Многие люди знают, что такое варикозная болезнь. Некоторые сами страдают от узловатых расширенных вен или периодической боли в ногах. Это очень распространённое заболевание. У женщин оно бывает чаще, чем у мужчин. К счастью, варикоз успешно лечится. А можно ли от него избавиться с помощью кремов, растираний, народных средств? Спросим у профессионала. Альберт Александрович, скажите, пожалуйста, а можно ли справиться с варикозной болезнью с помощью кремов, мазей, народных средств, пиявок? Местные средства нужно применять, как я уже говорил ранее. Никакого вреда это не принесёт, если, с одной лишь оговоркой, если врач, сосудистый хирург или флеболог это средство рекомендовал. К сожалению, это будет иметь кратковременный результат, и это будет сопоставимо лишь с временным снятием какого-то симптома боли. Но заболевание от этого не уйдёт, симптомы заболевания снова вернутся. Рекомендация ассоциации флебологов направлена на то, чтобы использовать, ещё раз повторюсь, комплексное лечение. И вот мази, которые существуют, применяются на территории страны и лекарства прочие, то есть и компрессионный трикотаж, они могут быть эффективны. Ещё раз повторюсь, когда их используешь вместе, неважно какая стадия заболевания, они все должны быть использоваться в комплексе. На приёме специалиста нужно будет определить, в действительности те симптомы, которые существуют у пациента, относятся именно к варикозной болезни. Очень важно, чтобы квалифицированный специалист разобщил, то есть симптомы, которые исходят от заболеваний вен нижних конечностей, от заболеваний суставов нижней конечности и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Указанное заболевание имеет общие симптомы, но лечатся они у разных специалистов различными средствами. Обувь на каблуке провоцирует варикозную болезнь? Нет чёткой доказательной базы, что именно высокий каблук провоцирует варикозную болезнь. Он может провоцировать симптомы, которые схожи с варикозной болезнью. А у женщин, к примеру, имеются варикозно расширенные вены, но они симптоматически не проявляются. И многие специалисты говорят, что да, этому причина ношения высокого каблука. То есть пусть носят? Пусть носят на здоровье. Гормональные контрацептивы провоцируют варикоз? Да, это подтверждённый факт. К сожалению, и контрацептивы, и гормональные препараты, использующиеся при лечении различных заболеваний, не, к сожалению, ведут к прогрессированию заболевания, если оно таковое имеется, или провоцируют его появление. Скажу простым языком, что применение гормонального препарата или изменение гормонального фона в организме человека ведёт к сгущению крови. Соответственно, густая кровь по сосуду движется тяжелее, медленнее, что может, собственно, приводить к застою венозной крови, как следствие расширению вен и как следствие появления тех симптомов, которые, скажем так, соотносятся к варикозной болезни. Это чувство тяжести, налитости в ногах, расширение вен. Факторов, провоцирующих развитие варикозной болезни, довольно много. А вот методы профилактики почти не отличаются. На любой стадии заболевания, то есть, меры профилактики следующие. При одном условии. Если пациент проявляет излишнюю активность на работе, это движение, это длительное нахожение в положении сидя или стоя, ему нужна, скажем так, разгрузка. Если он не двигается, ему нужно активизироваться. Если пациент излишне двигается на работе, это передвижение по большой площади помещения, будь то это рабочий цех или это офисные помещения с этажа на этаж или большие расстояния, то пациенту, наоборот, нужно находить время для, скажем так, того, чтобы его ножки отдохнули. Принять или возвышенное положение ног, или сесть отдохнуть, или сделать ряд упражнений, которые позволят улучшить венозную циркуляцию. Существует отдельное комплекс упражнений. Обязательным условием, как в лечебной, так и профилактической меры, является ношение компрессионного дрикотажа. У кого есть провоцирующие факторы в группе риска по развитию варикозной болезни, желательно уже заранее делать эту профилактику, ношение трикотажа. Будь то это занятия спортом, где это гольфы или чулки, будь то это прогулка на большое расстояние, длительное нахождение в положении сидя, например, собрали с компанией ехать далеко, и несколько часов придется в вынужденном положении сидеть. Авиаперелет актуально и для мужчин, и для женщин. То есть есть компрессионный трикотаж и на мужские ноги, да? Да, то есть есть компрессионный трикотаж, как вы правильно заметили, и на мужские ноги, ориентированный на анатомические особенности мужского организма. Есть и эстетический трикотаж, который внесет в себя именно лечебные свойства. То есть он выглядит эстетически, а тех дам, у кого есть дресс-код на работе, соответственно, не могут его использовать. Дорогие женщины, коллеги, доктора, мужчины, всем желаю крепкого здоровья, берегите себя. И в силу своей специальности желаю всем-всем-всем легкой походки. В области медицины всегда были и остаются разные мифы. А проще говоря, недопонимания. В косметологии их тоже много. Например, такой. Массаж лица опасен. После него кожа растягивается и стареет. Неужели это правда? Сейчас узнаем. Миф первый. Массаж лица растягивает кожу и приводит к старению. Да нет, ни в коем случае. Нет там никакого растягивания. Очень есть много разных методик. Кожа склонная очень хорошо сокращаться. Поэтому массаж – это наоборот. Большая зарядка для кожи. И не только для кожи, и для мышц. Поэтому это только плюс. Миф второй. После косметологических процедур кожа перестаёт работать. Нет, неправда. Дело в том, что мы просто помогаем коже тем самым, в чём она нуждается. Могут быть такие случаи, когда всё-таки надо заставлять кожу вырабатывать, помогать ей. А иногда она достаточно сама это всё делает, вырабатывает. А врач, конечно, может понять, вы же приходите с какими-то жалобами. И в зависимости от этих жалоб мы расписываем план своей работы, чтобы восстановить эту кожу, помочь вам избавиться от ваших проблем. Мы помогаем коже восстановиться, и там она уже сама работает дальше. Миф третий. Для возрастной кожи косметология неэффективна. Кожа, к сожалению, стареет, да, и мы должны ей помогать. Мы должны ей помогать делиться, мы должны ей помогать обновляться, мы ей должны помогать вырабатывать натуральный увлажняющий фактор. Поэтому для кожи, которая уже возрастная, необходимы процедуры. И мануальные методики, и какие-то аппаратные, и инъекционные. Поэтому если женщина пришла в возрасте, и мы ей помогаем, она, конечно, будет выглядеть гораздо лучше. Заблуждений как таковых нет. Мне кажется, иногда есть какая-то мода, особенно у молодёжи. Если молодая девочка пришла, ей посоветовали сделать плазму, просто потому что кто-то когда-то сделал, хотя ей-то совершенно нет необходимости в этом, у неё нет жалоб никаких, она сама красивая, сияющая, свежая, увлажнённая. Зачем ей ещё дополнительную какую-то процедуру делать? Ну, то есть вы объясняете это всё? Ну, конечно. До свидания. Будьте здоровыми и счастливыми. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова